В этом видео я хочу показать вам бесплатный плагин, который поможет вам из вашего обычного меню сделать мега-меню. Что такое мега-меню? Мега-меню это возможность делать в выпадающем меню, например, разбитого по колонкам. В мега-меню может в выпадающем списке присутствовать другие элементы, там поиск, картинки, другими словами виджеты, внедрять само мега-меню. В данном случае я использую тему Astra, создал демо-меню, и давайте рассмотрим данный плагин. Нет времени разобраться в тонкостях сайтостроения? Звони прямо сейчас. Телефон, кстати, вот здесь вот сейчас будет. Звонить, кстати, можешь бесплатно через приложение Viber или WhatsApp. Создадим тебе супер-сайт. А я возвращаюсь к теме урока. Поехали! Переходим в админку нашего сайта. Давайте сначала посмотрим. Если у вас сайт вы только начали делать, то у вас должно быть создано вот обычное хотя бы меню, несколько пунктов. Я перехожу в плагины. Плагин называется MaxMegaMenu. Можете найти его в репозитории плагинов, вот по этому названию. Я его активирую. После активации появляется вот здесь пункт с меню, который мы коснемся чуть позже. Мы переходим обратно в меню и видим, вот здесь появилась новая вкладка «Настройки MaxMegaMenu». Для начала его надо включить. Вот здесь вот ставим птичку и нажимаем «Сохранить». Вот здесь вот галочка появляется. Если сайт посмотрим, сразу видим изменения, но изменения только в дизайне. То есть сам дизайн вы тоже сможете поменять. Меню такое же выпадающее, никаких изменений нет. И давайте смотреть. Значит, здесь опции, то есть события. События вот этого разворачивающегося списка меню. Это может быть по клику мыши. Сохраняемся, посмотрим. То есть я, видите, навожу, ничего не всплывает. Только по клику разворачивается меню. Значит, я верну наведение мыши. Здесь это анимация. Эффекты разные. Можете сами потом поиграться, посмотреть, как будет лучше. Но мы с вами еще не сделали никакого мега-меню. Давайте посмотрим, как это сделать. Давайте вот на примере главный. Когда мы этот плагин активировали, у нас при наведении на каждый пункт вот здесь появляется новая возможность. Видите, написано «Мега-меню». Кстати, плагин весь на русском языке, что очень хорошо. Вот давайте с главной поработаем. Я кликаю сюда. То есть вы каждый пункт меню в отдельности можете как-то изменить. Здесь есть три вкладки. Здесь есть вот еще список такой. Давайте по порядку. Мега-меню, grid layout. Появляется возможность внедрять сюда что-то. А что-то это у нас с вами, например, виджеты. Есть кнопка «Колонка». Давайте сначала посмотрим на примере. То есть вот здесь у нас виджеты наши, WordPress. Я беру здесь изображение. Оно здесь, видите, сразу подставляется. Здесь нажимаем на иконку. Здесь можно написать, например. Ну, я, к примеру, возьму лого и добавить изображение. Обычно в WordPress загружаем изображение. Здесь я нажимаю «Сохранить». «Сокрыть». Также здесь есть, возможно, такие есть иконочки. То есть по клику по иконочке «Классы», то есть программирование, CSS и так далее. Мы сюда не заглядываем. Можно перемещать, если у нас несколько таких здесь колонок местами. А вот эти иконки «Скрыть» на компьютере, «Скрыть» на мобильном устройстве. То есть чтобы не показывался именно вот этот данный логотип. Дальше я просто нажимаю, смотрите, «Колонка». Колонка может быть больше размером, соотношением. То есть пускай будет вот так. Здесь я выбираю, например, «Текст». Вот я выбрал страницу, видите, не туда поместилась она. Здесь можно удалить. Давайте выберем «Текст». Текст, видите, я могу перемещать вот в эту колонку. Здесь, например, «Обо мне» текст. Текст вставляем здесь. Можно сделать, например, «Жирным» какой-то часть текста или весь текст, да? Ссылку повесить и так далее. «Сохранить», «Закрыть» и давайте посмотрим. Вот главный пункт. Кстати, при наведении он не всплывает. Здесь закрываем. Здесь я выбираю «Ховер». «Сохранить». Обновимся. Вот при наведении, вот вы видите, вот это уже мега-меню. Логотип и текст. Кстати, вы можете добавлять еще так называемый «Роу». Это строка. То есть еще одна строка в то же, например, главное меню. Добавляют сюда еще колонки. Вот так вот по корзинке это удаляется. И строку можно также удалить. Также здесь сеттинг, настройки. Так как у нас большинство все на русском, я буду бегло пробегаться. Например, «Скрыть текст». Вот если я поставлю «Сохранить изменения». Текст самого меню. Видите, остается только стрелочка. Главное слово исчезает. То же самое. «Скрыть стрелку маленькую», которая у нас вот здесь показывается, что есть под менюшки. «Отключить ссылку» – полезная вещь. Например, надо, чтобы вот какой-то переходящий пункт не был кликабельным. То есть вот демо у меня сейчас переходит на страницу. Надо, чтобы он был просто как пункт. А кликабельные были только под менюшки. Но тогда надо будет перейти нам в другое меню и это сделать. Также «Скрыть» на мобильных устройствах, чтобы именно этот главный пункт не показывался. Или «Скрыть» на компьютере. Также «Выравнивание» и другие возможности. Дальше «Иконка». Назначить иконку «Меню». Другие возможности иконок доступны в Pro-версии этого плагина. Но у нас большое количество бесплатных иконок. Выбираем иконку. Обновимся. Видно только иконку и стрелку. Давайте я перейду. «Скрыть текст». Сохраним. У нас текст должен вернуться на место. Вот главный появился и иконка рядом. Если иконку убираем, вот сюда вот вставим. Все, иконки быть не должно. Вот. И давайте на примере вот демо. Это тот пункт, который, например, не должен быть кликабельным. Заходим в «Мега-меню». «Settings». «Отключить ссылку». Выбираем «Сохранить изменения». Обновляемся. «Демо» я клику, видите, больше не переходит в меню. Это очень удобно. Кстати, это меню, оно отлично смотрится на мобильном устройстве. Если мы посмотрим демонстрацию через имитацию мобильного устройства, иконка мобильная есть. По клику у нас с вами все разворачивается. А здесь, вот, например, видите, в «Мега-меню» все нормально работает. То есть у каждого пункта аналогичные настройки, как и мы с вами настраивали главные. Тоже можно иконку задать. Есть даже иконка WordPress. Вот, видите, здесь появилась иконка WordPress. И давайте посмотрим теперь разбиение на колонки других пунктов меню. На примере вот этого демо посмотрим. Сюда возвращаюсь и попробуем вот этот вариант. Если сейчас вот так мы оставляем, давайте посмотрим. Вот смотрите, как было. В одну колонку обновляемся. В две колонки, но места мало. Видите, для этого мы вот здесь вот столбцы. Если всего два, у нас две колонки мы делаем вот так. Я выбираю два столбца, видите, растягивается все у нас. То есть получается отношение один к двум. И давайте посмотрим. Вот. И уже смотрится, видите, пункты меню разбиты на колонки. То есть тут может быть больше пунктов меню. То есть вот здесь вот в списке может быть больше пунктов меню. Под демо 2 и под демо 3 может быть тоже больше. Тут есть вот такие стрелочки маленькие. По клику по стрелочке можем менять колонки. Таким образом мы подстроили, чтобы, видите, меню было также в одну колонку, несмотря на то, что область у нас здесь рассчитана для нескольких колонок. То есть здесь свобода действий. В принципе, можете играться и смотреть, как вам больше нравится. Например, пускай будет 4 колонки. Соответственно, место будет меньше им тут. Здесь надо смотреть еще от названия меню. То есть это демо 2, демо 3. Это название пунктов меню. У вас пункты меню могут быть длиннее, и вы уже под свои пункты сами будете настраивать здесь, как будет лучше смотреться. Также сюда можем тоже вставить виджет. Вот, например, встал календарь. Давайте сделаем в 3 колонки. И как это будет выглядеть. Вот видите, календарь рядом с пунктами меню. Вот здесь вот. То есть и поиск можно сюда вставить, и все, что угодно. То же самое, те же сеттингс настройки и настройки вывода иконки. Плагин достаточно большой. Это только мы настраиваем с вами, как бы нам хотелось, чтобы оно выглядело. Но дизайн мы еще не смотрели. Мы переходим вот сюда в мега меню. И здесь на самом деле вообще хорошо, что все на русском языке. Потому что здесь много каких настроек есть. Я не буду сейчас пробегаться по этим настройкам. Покажу вам лишь несколько моментов. Здесь надо просто вам посидеть, почитать. Если вы что-то не знаете, например, что такое z-индекс и так далее, просто эти моменты вы не трогаете. Например, меню черное. Мы с вами переходим в меню бар, фон меню. От какого к какому цвету. То есть это можно сделать переход градиента. Давайте я просто сделаю синим. И синим. Сохранить. Кнопка внизу у нас изменения. Пойдем на сайт, обновимся. Вот меню синие. Причем это синий меню не активных пунктов меню. Активный пункт, он у нас черный. Его тоже можно поменять. Это здесь же прокручиваем ниже. Вот фон элемента при наведении. Тоже от какого цвета к какому. Можно сделать градиент или сделать одного цвета. Вот активная стала кнопка при наведении. То есть активная и сама активная кнопка. Вот, например, демо перейду. Видите, она оранжевая. То есть активные кнопки поменяли тоже. Также здесь и мега меню, выпадающее меню, мобильное меню. Все можно настроить очень-очень тонко. Вы сами видите, это очень мощный и большой плагин. Например, на вкладке основные можно здесь включить тень. Назначить тень, прозрачность. Вот здесь вот у ползунок тени. Назначить отступы тени. Я сделал 10 пикселей. Давайте посмотрим при обновлении. Вот эти, видите, вот тень появилась сбоку у подпунктов. То есть очень-очень гибко можно настроить данное меню. Это обзорное видео. Ознакомительное. Для того, чтобы вы поняли, подойдет вашему сайту это меню. Нужно ли вообще вам это меню. Для тех, кто любит, чтобы досконально было все разжевано, не ругайте меня за это сильно, потому что, как я уже сказал, это обзорное видео, чтобы не затягивать, чтобы просто вам донести, показать, что есть такой замечательный плагин, что он на русском языке. Если бы он был весь на английском языке, естественно, я бы его весь разбирал. Видео тогда получилось бы минут 30-40. Думаю, вы здесь справитесь. Если что, пишите в комментариях под этим видео. На этом видео заканчиваю. Увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok